всем привет с вами снова славный дружи обломов недавно мы для нашего шоу но на самом деле не столько для нашего шоу сколько просто потому что я большой любитель разных объективов мы прикупили объектив который называется сам янг 85 миллиметров с диафрагмой 1 и 4 не видео версию не с плавным кольцом но тем не менее мы на этот объектив при первом даже заезде на дачу много чего отсняли и качество отснятого нашу нас очень сильно порадовало для начала я скажу какие обзорщики меня бесят больше всего на ю тубе это обзорщики которые показывают какой-то девайс то есть они показывают его крутят в руках после чего не следует блин никаких тестов этого устройства я на самом деле очень часто сижу на ю тубе выбираю себе разные объективы и огромное количество роликов и человек такой ну тут хорошая сборка хорошая сборка монолитный монолитный и короче ролик на этом заканчивается я честно говоря вот по таких роликов просто в шоке так вот подобные обзоры без тестов это пожалуй самые самые бесячие видео на ю тубе то есть ты включаешь видео она прогружается ты тратишь свое время после чего ты видишь что люди не сделали абсолютно никакого теста на этот объектив что можно сказать практически про все объективы сам янка но обычно говорят пару слов про качество сборки она как вам сказать лучший объектив по сборке я видел только от войкт лендера потому что это вообще какие-то совершенно лютейшие немцы у которых объективы сделаны вообще целиком из стали весят как чугунный мост стоят соответственно и имеют там диафрагму до 095 на которых их использовать вообще практически невозможно потому что ничего невозможно поймать фокус то есть и такие объективы ну и наверное сразу завоик тлендерами по качеству сборки идут наверное сам янги потому что у меня было даже несколько объективов от канона от канона объективы с красным колечком эльки у меня был объектив канон 100 миллиметров f2 и 8 эль макро вот или значит лакшери короче и он честно говоря был собран хуже чем те сам янги которые у меня были у меня в руках перебывала по моему четыре или пять сам янгов все с разным фокусным расстоянием и тем не менее все они были собраны просто идеально то есть никаких люфтов нет не знаю ну разве что может небрежное покликивание кольца диафрагмы то есть вот такое знаете пластиковое покликивание наверное потому что на объективах типа объективов от sony она более такое шелковое но это все полная ботва собрана они монолитно а самое главное что кольцо фокусировки у них поворачивается очень нежно вот такой вот объективчик написано сделано в корее извиняюсь за свои грязные руки вот такая вот такое вот колечко диафрагмы и вот такое вот шоколадное шоколадное просто совсем шоколадное кольцо фокусировки но само собой тут идет бленда матовая внутри и мы уже налепили сюда смотрите какая здоровенная линза кстати кстати это довольно довольно важно я не знаю почему у них такая большая линза но заляпать ее проще простого мы на нее уже навесили защитное стеклышко в целом конечно же это не объективный обзор где люди делают большое количество тестов с кропами смотрят на виньетку на хроматические аберрации это просто мое мнение это зачем этот объектив купили мы мы купили этот объектив для съемок на природе для того чтобы можно было отделять от фона большие группы объектов понимаете то есть если у вас объектив 35 миллиметров такой как этот даже если он 1 и 4 то очень тяжело отойти далеко и отделить группу объектов смерти 4 5 6 человек сидящих сидящих например вокруг костра от фона на объектив 85 миллиметров это возможно но здесь существует ряд определенных ограничений я не знаю как с фото но снимать на этот объектив с рук практически невозможно и так давайте мы оставим камеру там же где она стоит сейчас но тот 35 миллиметров на который мы снимаем сейчас сменим на сам янг 85 миллиметров вот собственно мы сменили 35 миллиметров на 85 а я стою на том же самом месте и наверное вы уже поняли что для съемки на объектив 85 миллиметров нужно блин реальное место потому что реально много места потому что черт подери и фокусное расстояние у него такое что для того чтобы было видно человека целиком он должен отходить метров на я не знаю на сколько ну может метров на 8 или на 10 и тогда получается более менее адекватный кадр то есть для съемки на объектив 85 миллиметров нужно место черт подери дома снимать на такой объектив очень тяжело вы возможно скажете что можно снимать какие-то мелкие объекты но к сожалению это тоже невозможно по одной простой причине фокусное расстояние минимальное расстояние фокусировки извиняюсь этого объектива составляет 1 метр а это значит что если вы хотите сфотографировать или заснять например какого-нибудь жука то вы должны вспомнить что вы не обладатель макро объектива и то есть жук у вас будет виден очень фигово потому что ближе чем на метр вы к подойти не можете на практике это выглядит примерно вот так ну вот например сейчас я касаюсь бленды объектива у меня рука длиной я не знаю сколько 60 предположим сантиметров и черт подери все абсолютно не в фокусе мне приходится убрать руку и отойти где-то наверное на метр чтобы вы увидели мое лицо то есть грубо говоря если вы хотите заснять это наверное все таки портретник наверное все таки портретник но я пытался заснять сегодня с утра на этот объектив ряд здоровенных красивых мотыльков и очень бы хотелось чтобы это линза фокусировалась вот с такого расстояния но черт подери она этого не делает за счет того что этот объектив обладает я бы сказал огромные диафрагмы 14 это очень много на самом деле мы используем эту диафрагму очень редко просто потому что на камере на которую все это отснято это sony a7s 2 у нее экранчик так себе и даже фокус пикинг не всегда помогает поэтому мы выставляем как правило дыру 2 и 8 или даже там 354 5 и 6 где-то так и тем не менее на 85 миллиметрах фон оказывается все равно довольно круто размытый то есть на объектив 35 миллиметров такое сделать практически невозможно сейчас фокусе я в лодочке и вот такой вот сюжет даже может неплохой для какой-нибудь фотографии можно отделить от заднего плана именно для этого и нужен объектив 85 миллиметров с такой здоровенной светосилой что еще можно сказать само собой видео на этот объектив можно снимать исключительно со штатива даже с камерой у которой есть встроенный матричный стабилизатор внутри самой тушки но тем не менее тряска будет действительно существенная на таком фокусном расстоянии ну и наверное прежде чем просто пойдут какие-то тесты под музыку я вообще люблю смотреть просто тесты я не знаю мы все снимаем в 4к смотрите в 4к врубайте на хорошем мониторе и смотрите что может объектив я за сам янги за сам янги я могу сказать вот что за свое бабло это пожалуй одни из самых лучших объективов а в них не будет ничего за что вы бы переплатили бабло там не будет встроенного стабилизатора который добавит 20-25 тысяч к стоимости объектива там нет автоматические фокусировки которая для видеографа зачастую не нужно которая еще добавит кучу бабло наверное такой же объектив от канона стоил бы черт его знает 100 возможно 120 тысяч рублей а сам янги предлагают бешеное качество отличные цвета четкий контраст здоровенную дыру и отличную сборку за очень очень скромные деньги например 20 тысяч рублей для ну для объективов поверьте мне это очень скромные деньги если вы посмотрите на официальные объективы от sony которые например с переменным фокусным расстоянием и даже с дырой f4 вы увидите что они стоят 60 70 80 тысяч рублей а я с дырой 2 и 8 они могут стоить и 260 тысяч рублей просто вот так вот поэтому честно вам скажу сам янги люблю ни одного сам янга который попадал мне в руки не оказалось битым каким-нибудь фиговым с какими-то какими-то дефектами ничего не болталась и за это бабло качество просто на 5 с плюсом с вами был славный дружиобломов кушайте много кушайте вкусно муха у нас не сидела на объективе сам янг 1 и 4 85 миллиметров на даче его использовать в поле его использовать просто шоколадно за этим за это бабло на мой взгляд он выдает очень хорошее качество за исключением двух небольших нюансов 3 4 это фиксированное фокусное расстояние стабилизатора в нем нет автофокусировки в нем нет вам нужно действительно большое помещение или снимать на природе то есть отходить нужно достаточно далеко чтобы я оказался в кадре вот я не знаю серый от меня сейчас стоит на хрен в восьми метрах или около того вы наверное слышите вот но это не макрообъектив жучков на каких-нибудь там цветочках вы вот так вот не поснимаете ну а если нужно вот так стоять и базарить что можно человека отделить от фона и это будет достаточно красиво дальше пойдут тесты под музыку если ролик хоть кому-то был полезен ставьте палец вверх всем пока а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok